Всем привет! Продолжаем гулять по Английской набережной. Вот дошли мы к дому Раля Осопняк Малого, так он называется в литературе. В Петровское время этот участок принадлежал представителям дворянского рода Татищевых, а в 1772 году перешел под поручики Сави Алексеевичу, затем поручику Василию Татищеву. Без некоторое время дом перешел к одету шлихерского корпуса Андрею Семеновичу Гендрикову, а Гендриков был племянником Екатерины I и после смерти Гендрикова в 1748 году младшему брату Ивана Семеновичу Гендрикову. В 1777 году жена Гендрикова, графиня Екатерина Сергеевна, продала особняк халифлянскому купцу Йогванову Ирландеру-Югандеру. Так можно по-разному читать Ирландеру-Югандеру. В 1787 году наследники купца Югандера продали особняк Екатерине Даниловне Волковой. Ну и наконец, в 1790-х годах, это в конце, новым хозяевом этого участка и дома стал Александр Францевич Рааль. Он прибыл из Германии в Россию, записался иностранным купцом первой гильдии, вступил в контору придворного банкира Сутерланда, который жил рядом в 16-м доме и вскоре стал управляющим этой конторой. И за некоторое время вот этот вот Сутерланд покончил жизнь самоубийством, что-то случилось неизвестно. И Раль с компонентами продолжил его дело. В результате получил титул Борода. Раль был человек достаточно состоятельный, он владел помимо этого дома еще пятью домами, в частности на Мойке 108, несколько, несколькими дачами, по-моему, двумя на Каменном острове, дачами на Петергофской дороге и в Кетеринговке. Ну, в общем, не бедный был человек. На него работала суконная фабрика на Малой Охте и пищебумажная в Нарской части. В 1817 году все же барон обанкротился, дом был заложен, стал сдаваться в наем. И в 1853 году, то есть через 40 лет, после того как барон обанкротился, дом купила жена актулярного советника Мария Моисеевна Рыжева. Ну, она купила дом, но все равно там продолжала действовать пристанище для приезжих. Ну, то есть, в общем-то, это была гостиница. В 1880 году дом купила Екатерина Федоровна Молова. Или Молова? Молова, наверное, Федоровна. Это была жена богатого купца и предпринимателя. Она решила все перестроить, заказала проект Альберту Николаевичу Бенуа и, в общем, он все перестроил. Все идет, время идет. В 1895 году собняк купил статский советник и председатель Тульского обоземельного банка Александр Федорович Масловский. Он, конечно же, переделал интерьеры. Опять, как в который раз. И прожил там достаточно долго. До 1919 года революцию пережил. После Великой Отечественной войны в доме размещалось общежитие «Адмиралтийский ульфий». Кстати, в этом доме в 1824-1826 годах снимал квартиру художник Кипренский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова